Детская познавательная программа Открывашка Праздник детям наш швядский Дед Мороз Он фокусы и куклы сложил в свой чемодан И разными вкусняшками набил цветной карман Чтоб было людям весело, не беша, лишь чтоб нос Приходит к нам под Новый год наш швядский Дед Мороз Приходит к нам под Новый год наш швядский Дед Мороз Детская познавательная программа И всем привет, наши дорогие слушатели, с вами сегодня наша любимая программа Открывашка на волне 101FM Сегодня наш телефон, как всегда, 201-101 И со мной сегодня же мои коллеги, представьтесь, пожалуйста Привет, я Злата Андреева, всем доброе утро Всем привет, с вами Тимур Мамедов, всех к наступающему Я, как понимаю, вы уже их помните И сегодня мы будем задавать вам вопросы и разыгрывать замечательные призы Фирменные призы И, конечно же, эти фирменные призы принес нас дорогой гость Вятский Дедушка Мороз Аплодисменты! Дратути! Дратути, мои дорогие, маленькие и большие Низенькие и рослые, детвора и взрослые Очень рад в последний день уходящего года оказаться в эфире Не ждал, не гадал такой радости Обычно Дедушка Мороз приходит вечером, а у нас прямо утром Вот утро задастся сегодня Думаю, да Значит, и вечер будет хороший Ну что, детвора, познакомиться пора Как зовут вас? Меня зовут Софья Меня зовут Злата Тимур Прекрасно, прекрасно Ну а я картошкой нос Вятский Дедушка Мороз! Молодцы, молодцы, молодцы Ну что ж, давайте поговорим О чем будем говорить? Давайте мы вам позадаем наши фирменные вопросы Вопросы, наверное, все будут сегодня, да? Связаны с Новым годом? Конечно! Да, да Прошу вас, Злата А можно пока что вам вопрос задать? Вот это что? Это резюме ваше? Это планшет Видите, какой красивый Вот это моя фирменная Эмблемка Вятский Дедушка Мороз Для бумажек Да Зовут меня Мороз Фанасьевич Вот Никто не знает почему? Нет Ну, потому что Ваш отец Афанасьевич Молодец, молодец Злата Алексеевна Я понимаю, о чем вы говорите Сразу скажу, что появился я Здесь не случайно Пришел я к вам Из-за лесов высоких Из-за полей широких С берегов родной реки нашей Вятушки Вот Родом я из этих мест Знаю все это, то крест Там вон роща, там овраг Расскажу вам все без враг Я ведун лесной волшебник Но по-простому маг Вот сегодня в перерыве нашей программы Прозвучит легенда о Вятском Деда Морозе Откуда вы узнаете Кто являлся прототипом Вятского Деда Мороза И почему он называется Мороз Афанасьевич Не знаете Нет, пока что узнаем Ну так, немножко Приоткрою тайну Ну-ка скажи, Тимур Я не знаю, как сказать правильно Но вообще Ну давай, догадки Мне кажется, это как прообраз нашего Ну, у нас был раньше на Вятке Такой хороший человек, как Афанасьй Афанасьевич? Или я не помню, как его зовут Никитович Афанасья Никитин, ты мне скажи Никитин, скажи Владимир Анатольевич Афанасьев Да Главный режиссер театра кукол Кировского Чью фамилию наш театр носит Это интересно И он стал прототипом Или прообразом Да? А что такое прототип и прообраз? Скажи, пожалуйста, Зося Прототип и прообраз Это как бы Что было в прошлом И что сейчас существует С изменениями какими-то, например И вот в 14-м году В 2014-м году Он отправился в свое путешествие Последнее на небо И вернулся к нам В моем образе Поэтому волшебники никуда не уходят Не исчезают Они всегда возвращаются И вот он, я пришел к вам, друзья Радовать вас и веселить С Новым годом! А что это у вас такое? Вот жалко, что нас, наверное, никто не видит Или я ошибаюсь? Я думаю, что видят, конечно же Видят? Да Ой, какое счастье Давайте помашем руками Здравствуйте А также просто трансляция На сайте Эхо Москвы Заходите, смотрите Радуйтесь А ведь еще телефон у вас есть Телефон? Где телефон? Да, где телефон? А-а Номер телефона Точно 211-101 Наш номер Спасибо Вот утром всегда вести тяжело, да? Поднять подняли, а разбудить забыли Ну ладно, расскажу вам, с чем пришел Вот это мой дорожный чемодан Повидал он много стран Много у меня родни Все, морозики одни Близко к нему не подходить Может крышкой зашибить Днем у меня чудеса Мои фирменные уроки так и называются Чудеса из чемодана Златочка, чем обклеен мой дорожный чемодан? Этот чемодан, как я понимаю, обклеен флагами стран И на этих флагах написаны столицы этих стран Как ты думаешь, вот познавательно такие делать уроки географии? В игровой форме, да? Ну, наверное, да Поэтому приглашайте, с удовольствием изучим познавательную географию А вот это вот, что на чемодане? А на чемодане, как вы думаете? Ну-ка, Тимур, ответь О, боже, это ваш посох? Не морозильный А компьютерно... Мобильный Слышите, да? Этот посох мой не морозильный, а компьютерно-мобильный Коль хорошего человека коснется, огонек на нем зажгется Коль на сердце лед не жит, огонек не загорит Ну что, проверим? Ну, давайте Ну-ка, давайте Сейчас Я вот вам этот посох вот так вот дам И посмотрим Если вы хорошие, ребятки Ну-ка, давайте-ка возьмитесь, Тимур Зося Вот, огонек загорелся Значит, вы хорошие ребята Можете друг другу поаплодировать Ей Родители пусть вами гордятся Ну что, продолжайте программу Я весь во внимании Мне вот интересно, Дедушка Мороз А вот эти подарки, это тоже для наших ребят? Да Для наших слушателей? Я вам предлагаю, Зося, объявить о том Что сегодня наши радиослушатели будут получать Я вижу у вас свои книжки и еще про мои специальные подарочки Прошу вас Конечно, Дедушка Мороз У нас есть не только наши обыденные книжки, которые любят читать ребята Но и, конечно же, фирменные, уникальные подарки от нашего дорогого гостя Это, например, раскраска Дедушки Мороза с его фирменным логотипом Вот, да Еще у нас есть календарики Счастливые Счастливые календарики и линейки Зося, прочитайте, что написано на линейке Опа Хэштег Вятский Дед Мороз 2018 год Волшебная закладка Дарует знания, пятерки и желание учиться Вот так вот С календариком, чтобы быстрее отсчитывать дни Да, всем подарим Всем, прям всем И еще у нас есть Сколько тут пряничков-то? Я не считаю Ну, немного, но тем не менее тоже подарим Имбирные прянички специальные Просто прекрасные Мандаринки вам, друзья Пончики от Вятского Деда Мороза тоже вам сегодня вас посластить Я не мог прийти с пустыми руками Спасибо, Дедушка Мороз Может кто-то не завтракал? Баску-баску Да, кто-то не завтракал Вот, а Тимур-то говорит Диалектизм, между прочим Видите, у дедушки говорок какой Специальный Вятский Говор Да, это наш знаменитый Вятский Говор Ну вот, конечно, на радиостанциях, в эфире и со сцены Он не приветствуется, правда? Ну да А поэтому он сохраняется в нашем народе как культурное наследие Видите, он какой мягкий, забавный, интересный Смешной даже немножко, наивный, да? И есть еще такие слова Баско-баско Ногти, скажи-ка мне, Златочка, что означает слово баско? Баско? Не знаешь? Хорошечно Хорошечно, да Прекрасно Тимур веселенький мальчик Я предлагаю задать вопрос нашим слушателям С удовольствием, прошу вас Не могу ли я задать вопрос? С удовольствием У меня такой вопрос Связанный со странами Например, как называют Деда Мороза в Белоруссии и на острове Кипр? Ух ты Телефон 211, ребята, отвечайте Дедушка-то знает, потому что они все мои братья двоюродные Дедушка-то, пожалуйста, не отвечайте Дедушка, может быть, журить? Конечно, может Пусть звонят А мы пока побеседуем Ну что, как вы готовы к встрече Нового года? Расскажите, у кого дома может быть елки, палки, моталки? У кого чего есть? У кого палки стоят? Злата, у вас есть елочка дома? Конечно, есть Нарядили? Нарядили, давно уже А где вы будете днем праздновать у себя? Ночью дома или поедете куда-то? Ну, родители поедут, а мы с бабушкой и с дедушкой О, какая прелесть Бабушка да дедушка Вот я ведь дедушка, слышите? Я всех дедушка Чужих детей не бывает Поэтому бабушек и дедушек особливо, пожалуйста, обнимите, поцелуйте Ладно, и добрые слова скажите, окей? Да, спасибо Хорошо, прошу вас, извольте У нас звонок, да Привет, как тебя зовут? Полина Сколько тебе лет? Одиннадцать А из какой ты школы? Шестидесятый Хорошо, отвечай на вопрос, дедушка будет тебя журить А знаешь ли ты что-нибудь, Полиночка, о вятском дедушке Морозе обо мне? Да просто что угодно Он ночью приходит Это просто отлично Да, именно сейчас ночь как раз, я и пришел Если что, группа ВКонтакте Вятский Дед Мороз Пожалуйста, отвечайте Видишь, в Беларуси В Беларуси и Зюзя Отлично О, да, Зюзя Я, кстати, была на новогоднем празднике Зюзи Насколько я знаю, вообще Зюзи это морозы трескучие Да, это в Беларуси? Да Молодец, хорошо А второе про Кипр? И еще хочу отметить то, что Полина очень умная девочка Отгадала такую сложную загадку Да, давайте Сама прям А в острове Кипр? Святой Василий Это правильный ответ О, браво, браво, давайте поаплодируем ей Ох, молодец, девочка Полина Молодец, девушка говорит, ты молодец Полина, Полина, красивая, как картина Вот такая у меня ордина история Отлично, хорошо, мы тебя переводим к редактору нашему Пощайся с ним, выбери плес Полиночка, с Новым годом, с Новым счастьем Будьте здоровы, успехов вам всем И подарки от вашего Дедушки Мороза Фирменная С любовью из Вятки, ваш Мороз Афанасьевич А мы продолжаем программу Дальше Я предлагаю задать вопрос нашему дорогому гостю Ну-ка, жду, пожалуйста Ребята Сейчас Мне, гостю Я понял Можно задать мне про костюм? Почему у меня такой костюм? А что за узоры вообще у вас на костюме, эти круги? Мне кажется, это длинковская игрушка, наверное Я бы даже сказал несколько иначе Они навеяны нашим национальным русским дымковским орнаментом А кто-нибудь бывал в селе Дымково и знает, где оно расположено? Ну-ка Да, вот через реку Вятку Через реку Вятку Ее обычно затапливают Затапливают, да И дело в том, что за последнее время дымковские игрушки и дымковские орнаменты стали очень популярны во всем мире Не случайно на Олимпиаде, в начале, на открытии, на закрытии всегда были наши дымковские игрушки И у людей за рубежом они ассоциируются исключительно с русскими орнаментами Поэтому вот я такой веселый и красивый Не знаю, конечно, может быть, на любителя Но Мороз Иванович Зато Сузоров, да Главный Дед Мороз Он мне даже позовидовал Каждый год он мне дарит охранную грамоту Доверительную, да У него ведь страна большая От Калининграда до Сахалина Ему нужно много-много дел переделать Поэтому он везде на каждой земле оставляет своих наместников Так вот, я у него, Мороз Фанасич, по прозвищу, кстати, Радушный Да, здесь хозяин на Вятской земле А у нас соседи еще есть, например, Татарстан Ну-ка, как в Татарстане, может быть, кто знает, зовут Деда Мороза? Кыш-Бабай Кыш-Бабай, правильно, да А в Удемуртии? Тоже какой-то Бабай Тоже Бабай, действительно, потому что Бабай – это дедушка Долбабай Вот, у нас, Дед Морозов, ой, большая семья Огромная? Огромная Есть у меня родной брат, не скажу какой А двоюродный мой брат – Санта-Клавус Вот Отлично Санта-Клавус, наверное, все знаешь Ну, это понятно, да Санта-Клавус Он мне все присылает в Кока-Колу Но я говорю, Кока-Кола не нужна Праздник нам приходит Тут же химия одна Кока-Колу мы не пьем Мы на Вятке тут у нас пьем настоящий Кефир у вас И кефир, правильно Да Ну что, продолжаем дальше Да, лучше пейте кефир, ребята Да Дедушка, а какое ваше любимое блюдо? Пончики Пончики? Да Фирменные пончики Деда Мороза Дети Какой современный Дед Мороз А зовут его Снежок Это собака Порода вятская особая И вот сегодня я вам привез вот эти вкусные Замечательные Сладкие пончики Господи, слюнки текут уже Я думаю, сегодня чай попьем с вами, деточки мои Птенчики Вот я всех называю дитятку да птенчики Потому что чужих детей не бывает И как сказал великий советский писатель и поэт Сергей Михалков Сегодня вы дети, а завтра народ Вот так вот Очень познавательное Прекрасное слово Прекрасное слово Прошу вас дальше Хорошо Ребята, знаете ли что-нибудь, что можно задать нашему дорогому гостю? А меняете ли вы свои костюмы или только так вот в одном ходите? Дело в том, что в этом костюме я только не сплю У меня есть очень такая А пижама нет? Красивая, фирменная пижама Только я вам пока еще не покажу Рано Рано А костюм мой вот такой Я всегда в нем хожу Можно по улице меня встретить везде Да Можно за бороду подергать А кто за нос мой подержится, тот счастливым станет Кто-нибудь хочет? Кто-нибудь хочет, я хочу Кто-нибудь хочет, я хочу Кто-нибудь хочет, я хочу Была такая песня Дедушка, кстати, современный Современный Да, современный, любите пончики Мы-то думали какие-нибудь там, не знаю, мороженые Ну, честно говоря, дедушка не часто злоупотребляет этими пончиками Дедушка зазож Вот Что это переводится? Здоровый образ жизни Здоровый образ жизни, да Хорошо, ребята, давайте зададим вопрос Давайте Нашим слушателям Да, вопрос Как зовут Деда Мороза в Финляндии? В Финляндии Вот, в точку попал Тимур Хорошо Это именно он и является моим родным братцем Да? Да, потом я расскажу, почему, кстати Телефон 201-101, пожалуйста, отвечайте Он является моим родным братом Родным братом? Но это не точно Это еще не проверено? Я специальный мем сказал такой, молодежный Я все знаю Но это не точно Но это не точно, да Я пока дети отгадывают Я скажу, что вот этот мой родной брат из Финляндии Он же финно-угр по национальности И дедушка тоже немножко финно-угорских кровей Он же вятский Раньше на вятке называли жителей как? Вятичи Вятичи Вотяк Да Это, между прочим, смесь разных народов Татарский, удмуртский, малийский и вятский А почему вятичи? По-моему, на вятке-то звали ветчане И ветчане в том числе Это ветчане название народа А по национальности и по этническим замесам он был вотяк Вот такое есть общеупотребимое название Вотяк Он немножко финно-угорские корни имеет Поэтому мы в Финляндии Кстати, где живет финский Дед Мороз? А мы не знаем В Финляндии там есть область северная Она называется Как? Туда еще Дед Мороз приезжает американский Санта-Клаус за подарками Куда? В Лапландию Да, конечно, Лапландия Ну-ка, Тимур, бери бразды правления в свои руки Да, окей Привет Привет Как тебя зовут? Софья Как, Софья? Софья Софья, так А сколько тебе лет? Да, ну-ка Пять Пять лет Маленькая совсем еще Какая ты молодец С наступающим тебя, Сонечка Привет С нами Дедушка Мороз И вас тоже Спасибо, родная Загадывай любое желание, пока отвечаешь Я тебе все исполню Ну-ка, Тимур Какой ответ? Йоу-пуки 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 И это правильный ответ Молодец Давайте поаплодируем Ох, молодец Дозвонилась Догадалась Правильно Ответила Сейчас все получишь Мы передаем тебя Редактору Фирменные подарки получишь И ты даже выиграла Прянищик Прянищик Да, Сонечка Тебе специально Ты пятилеточка у нас У тебя будут очень интересные раскраски Рисовать ты любишь? Она уже передана нашим редактору Отлично Хорошие руки Вот как у нас быстро все двигается Я попрошу вас передать мне календарик Чтобы наша совня получила Прошу вас Я его таким вот, знаете Жестом вам передам Все практически Благодарю вас Красиво, хорошо Прошу Ну что дальше, ребятки? Что дальше? А вы создаете зиму? Или кто это делает? Это мы делаем совместно Вот спасибо тебе, Зосенька За этот добрый вопрос Дело в том, что без зимы, без снега Не может быть весны и лета А как вы думаете, почему? Потому что вода Природе нужен тоже отдых И отдых нужен в любовно укутанном белым одеялом сне Поэтому я что делаю? Проверяю Все ли реки полноводные, вятские Хрустальным льдом покрыты Все ли теплым снегом да пушистым одеялом Укрыты поля до весны Ведь в некоторых полях уже посеяна О, зимая пшеница Все взойдет и вновь будет колоситься Наша природа, матушка А дедушка уедет Меня так радует, что вы с таким теплом говорите О нашей осени, нашей весне, лете А потому что дедушка сюда приехал уже навсегда Покуда будет течь наша полноводная река, вятушка Покуда будет стоять наш знаменитый город Который имел три названия На семи холмах А какие три названия, может, кто скажет? Хлынов, Вятка И снова Хлынов Нет, сначала была Вятка Потом Хлынов, потом снова Вятка Потом Киров Да, ну всего три названия По очередности не важна, правда? Да Покуда будет стоять наш город Покуда будет зима И покуда дети будут верить в чудеса А также все взрослые Дедушка будет с вами Но по весне, в Масленицу Дедушка уедет на Северный полюс На знаменитую станцию Север Знаете, кем я работаю, когда здесь уже весна И лето, что я делаю, знаете, нет? Нет, а что? Я работаю с группой мировых ученых-экологов Да Дедушка заботится не только о нашем Вятском крае А о всей нашей земле Ведь по сути своей это хрупкий, большой мир Правда? Это земной шарик Его нужно беречь Где бы ты ни был, с кем бы ты ни был И поэтому все мои братцы в разных странах Особенно Йоллоу Пуки, мой родной брат Они мне в этом помогают А знаете ли вы, что каждый год повышается уровень Мирового океана? И это большая проблема Да По сантиметру, но это очень большая проблема Потому что идет массовое таяние ледников И с этим нужно что-то делать А почему, кто знает? Затопит жизнь Почему такие происходят метаморфозы в природе? Потому что потеплели От пагубной жизнедеятельности человека Так вот поэтому главная задача нас, Дедов Морозов Сделать так, чтобы человек любил и берег свою матушку, землю, природу Ну скажите, неужели это неблагородная миссия? По-моему, это просто прекрасно И дети даже сейчас могут выйти, покормить птичек или что-нибудь такое Ох, молодец, Зосенька Ох, молодец Ты стала моим последователем Вот придешь ко мне в школу морозью Назначу тебя морозовиком номер один Вам намек Да Что у нас, звонок? Нет, вопрос хотелось бы задать Да, прошу вас, Злата Давайте Как звали оленей Санты? Я могу сделать небольшую подсказку Их восемь Серьезно? Да, серьезно Восемь оленей? Восемь оленей Всего? Я думаю, вы все их знаете Потому что это такая традиция Ну, мне кажется, мы всех оленей-то в городе знаем Да? И вообще везде, так сказать А вот этих восьмерых мы не как-то пропустили Ногти Не знаю, как это может быть Дедушка, еще такой вопросик Например, у Сарта-Клауса есть олени А у вас кто? А у меня собаки Хаски В этом году я на Хаски приехал Знаете такую породу? Это потрясающая зимняя порода Северная У них два глаза разных Всегда бывает А год кого грядет? Собаки А провожаем год кого? Петуха Молодцы Мой год провожает Молодцы Молодцы Я думаю, что Злата может принять звонок Да, да, конечно Привет, как тебя зовут? Здравствуйте Как тебя зовут? Меня зовут Алина А сколько тебе лет, Алина? Мне восемь лет Я учусь в 22-й школе Ой, 22-я Это православная гимназия? Нет А как ты собираешься этот Новый год отмечать? Я поеду в Порошино И там буду отмечать Новый год вместе с родителями Здорово Ох, какая прелесть Давай тогда отвечай на вопрос Как же звали Олени Санты? Олени Отлично, по-моему, это прекрасно Нет, их надо... Логика Ну-ка Имена надо назвать этих оленей Неужели есть у Санты? Поздравляю вас всех с наступающим Новым годом Вот это правильно Что оленей перечислять? Правильно, да Мне будет роскошное самочувствие Роскошное настроение И роскошные перспективы Удачи и счастья вам в Новом году Мне кажется, даже если... Спасибо То они оленей, Злата Дедушка растрогался от такого поздравления У меня слезы текут, скоро растаю Ой, как ты меня порадовала, девочка Подари ей все, что она попросит Дорогая Хорошо, мне кажется, даже по логике Или за стих можно, да? Она так классно вернула от ответа Как в матрице Да, она увильнула от ответа Но зато сделала очень важное нам поздравление Счастье для нам придала Сегодня ведь 31 декабря, ребята До Нового года остались считанные часы Злата Прошу тебя Ты не мучь меня заветом, для меня завета нет Коль родился я поэтом, так целуюсь, как поэт Вот такие строки почему-то мне Сергея Есенина пришли на ум Дедушка поэзию-то любит Не мучай никого Ну-ка, давай Выпали нам все имена оленей И чтобы все знали имена оленей по именам Надо знать всех Первого оленя звали Кюпит Второго Комет Третьего Дэшер Четвертого Дэнсер Пятого Прэнсер Шестого Дэнсер И седьмого Виксен А еще был восьмой Беликсэм Гениально Просто прекрасно Я думаю, именно этих знаний нам не хватало Не хватало людям, да Слушайте, что-то я маленько уморился Может мы выйдем на небольшую рекламную паузу Пока поедим кончика Попьем чайко с вами Повеселимся Порадуемся Песни попоем А с вами программа Открывашка На волне 101 и 1 фм Отлично, что запомнили У нас телефон 201 и 0 фм Да, 101 и 0 прекрасно И мы уходим на небольшую музыкальную паузу А в этой паузе мы послушаем легенду В поверском Деду Морозе Договорились? Дедушка Морозе Жил-был на белом свете В одном маленьком городе добрый волшебник Дедушка Афанасьев И был он словно из сказки Коренастые и широкоплечи С окладистой седой бородой Хитрыми глазами-бусинками Носом-картошкой И доброй улыбкой Ходил он неторопливо Опираясь на суковатую палку С большим дорожным чемоданом Оклеенным разноцветными картинками А в карманах носил сладости Ведь куда бы он ни отправлялся За ним всюду следовала толпа детей Они просили показать им Чудеса из чемодана И волшебник не мог отказать Всегда угощал детишек Показывал им фокусы И кукольный театр Так продолжалось много лет Одни дети подрастали На смену им приходили другие А наш волшебник Все собирал вокруг себя Восхищенную публику И повсюду его сопровождали Детский задорный смех И аплодисмент Но однажды Волшебник не вышел из дома Дети ждали его день Другой А потом узнали Что он заболел И лежит дома С градусником и грелкой Тогда они стали собирать подарки Для доброго дедушки Писали ему записки И письма с пожеланиями выздоровления И даже отдавали Свои самые лучшие игрушки Так они его полюбили Прошло лето Наступила осень И вот однажды Кто-то из взрослых сказал Волшебник больше не придет Волшебник умер Разве волшебники умирают? Воскликнула маленькая девочка Лет семи Нет! Ответил вихрастый мальчишка постарше Он обязательно появится Просто надо запастись терпением Правда? С надеждой он обратился к бабушке Бабушка поняла грусть детей И ответила Конечно, мои дорогие Волшебники не умирают Просто они на время Уходят к тем деткам Которые больше нуждаются в них Туда, где люди перестают радоваться Ну что, как вам сказка? Трогательная? Трогательная А продолжение вы узнаете Ежели придете к дедушке в гости А у нас с вами сегодня Утром в 10.00 Началась программа Открывашка Наш телефон 211-101 С нами сегодня мои ведущие Злата Андреева Тимур Всем привет! Привет! И с нами дорогой наш гость Вязкий дедушка Мороз А по отчеству как? Афанасьевич Здравствуйте, мои дорогие друзья В последний прям новогодний день Я рад, что сегодня С моими замечательными Молодыми друзьями Мы находимся на радиостанции В Кирове На волне 101.0 Пожалуйста Это просто прекрасно И давайте продолжать Наверное, общаться с нашим дорогим гостем У кого-нибудь есть к нему вопрос? Да, вопросов будет много И у нас сегодня подарков Много, может, вы прочитаете Про книжки Да, да, конечно Как раз об этом У нас сегодня прям очень много подарков Это книги и приглашений Начну я, наверное, сначала с книг У нас есть Энциклопедия Удивительное растение Для читателей любого возраста Книга про автомобили Самолеты Корабли Для ребят от 6 лет Энциклопедия Удивительное фактов Это самое-самое животное 0 плюс Энциклопедия Открытие и изобретение Для читателей от 6 лет Энциклопедия Большие кошки Для читателей 6 плюс Роберт Битти Серафина и черный плащ 12 плюс Туи Сазерлэнд Драконья сага 12 плюс Дейзи Мэдоуз Котенок Белла Или любопытный носик 0 плюс У нас также есть Дикая ведьма Страна сказок И Настоящее Настоящее приключение Также приглашение В театр кукол На спектакль Морозка Приглашение на двоих Котокафе Зуги Приглашение на двоих Батутный парк Марио Приглашение на двоих На посещение собачьей деревни Махнате И приглашение на двоих Кинотеатр Дружба Ну а также Наши дорогие спонсоры Это магазин Бумага И читай город Отлично Ну и фирменные подарки Дедушке Мороза Да Дедушка по ней ходит Конечно про них мы не забываем С пустыми руками Дедушка не ходит Я вижу у вас слюнки Текут Текут А почему Потому что очень вкусно А на что вы смотрите На пончики Мы смотрим на пончики А пока Натюка мандаринки Новый год без мандаринков Не Новый год Правда ведь? Да Держите Держите Златочка Держите Спасибо Продолжаем нашу программу Держите Вот вам Вот молодец Предлагаю задать вопрос Сразу же Хорошее начало программы Кто знает Вопрос Вашему гостю Или слушателям? Нет Слушателям Ну Давай Злата Ты хочешь? Ну Да я могу Давай Хорошо Как зовут Немецкого Деда Мороза? Ого Ну Я не знаю Даже это не то чтобы Его аналог Просто Вот Символ Ну в Германии Есть свой Дед Мороз И его называют Да Вот и все Че тут долго говорить Потому что У нас есть Мороз Фанасьевич Есть Санта Клаус Есть Йоллоу Пуки А вот кто приходит Детям Главное что это хороший человек Все отлично Я вам могу честно сказать Все Санта Клаусы Все Деды Морозы Все Йоллоу Пуки И как бы ни назывался Это все наши братья Все наша семья Морозов Они всегда приходят Хорошие люди Ну пока звонка нет Может быть кто-то расскажет Таких нибудь Есть уже звонок? Да Уже есть звонок Слушайте Как молниеносно все происходит Прямо по мановению Волшебного посоха Да Кто задавал Кто-то будет принимать Привет Как тебя зовут? Артем Артем А сколько тебе лет? Восемь Ждешь Нового года? Да Подарка ждешь? Да А вообще Давай тогда отвечай на вопрос Как звали Немецкого Деда Мороза Как его зовут? Вайнахсман Ну его зовут В принципе это правильно Вайнахсман Как я знаю Есть еще один В Германии Дед Мороз Его зовут Санта Николаус Санта Николаус Правильно А скажите мне Кто стал прототипом? Мы сегодня разбирали Что такое прототип Санта Николай Да Святой Николай Николай какой? Святой Святой Николай чудотворец Знаете ли вы это? Я передаюсь Я очень рада Что ты ответил на вопрос И сейчас мы передаем тебе Нашему редактору Спасибо С Новым годом Дорогой мой С Новым годом С новым счастьем Да Слушайте А может вы расскажете Может быть в каких-то других странах Есть еще обычные Я-то ведь знаю все А вы нашим слушателям Поведайте Может быть в каких-то странах есть Я могу рассказать А какие ты страны выбрал Тимур? Латвия Молдова И Норвегия Какой удивительный выбор Да? То есть не Америка Не Франция Ты взял такие Мало изученные страны По моему мнению Это очень интересные страны И у них очень Много разных традиций Они очень удивительные По моему мнению Очень странные Ну-ка давайте Послушаем Вообще в Латвии Встреча Нового года Отличается изобилием Праздничных блюд на столе Главное блюдо Главное блюдо Латышского Рождества Это Вареный серый горох С жареным шпеком Как вкусно Это свиное сало В Латвии Есть очень странный По моему мнению Обычай То что Весь этот сваренный горох Они должны доесть В этот же день Правильно Ну потому что У них считается Что все слезы Этого года Не должны оставаться На следующий А давай про другую Теперь страну Например Про Молдову Давай Год в Молдавии Отмечается 1 января 1 января Да Не 31 декабря Слышите Правда Вот Дата празднования Нового года Равно как и традиции Связанные с ним Перетерпели существенные Изменения за все Столетия Кроме того За последние Полвека Новый год Перевратился В самый широкомасштабный Праздник в этой стране Он отмечается Обычно В семейном кругу Но У них очень много Проходят разных Гуляний народных Как и до Так и после Его празднования Вот У Молдаван Свои новогодние персонажи И очень интересные Например Мош Крэчун Это их Дед Мороз Ничего себе Мош Крэчун Как вы это все запоминаете Я Что мне запоминать Это ж мои братцы Я знаю всех Мы с ними переписываемся Или по скайпу созваниваемся Да Вайбер не используем И вайбер И ватсап Также у них есть Фата Дезапеда Это Снегурочка Фата Дезапеда Также у них есть Баба Хрга Это наша Баба Яга Да И обычно У них Они разыгрывают Всякие сценки На детских праздниках Да Обычно Баба Яга Она пытается Помешать Каким-то Дед Мороз Вообще Снегурочка И они хотят Провести для детей Хороший утренник Праздновать Новый год Подарить подарки Ну и Баба Яга Им строит козни всякие Да Но ее планы Терпят поражение Это понятно Ну что у нас В Норвегии Ну в Норвегии Начинаются праздники С 24 декабря А почему Кто мне ответит А потому Они по другому календарю живут Ну у них когда Рождество Канун Рождества 25 25 Католическое Рождество А у нас у православных 7 января 7 января Браво Златочка Прошу вас Тимур Так и заканчивается он 13 января В день святого Кнута Кнута Вот Который празднует Во всей Скандинавии И считает днем Официального окончания Рождественских праздников В этот день По старинной традиции Из дома Выметается все Рождество Все праздничные украшения Вместе с елкой Убираются из дома За следующего Рождества Молодец Тимур Давайте поаплодируем Очень содержательный текст Я читаю это прекрасный текст Давайте поаплодируем Я хотела бы Задать вопрос Нашим слушателям А у нас нету пока Вопроса еще в эфире Нет пока еще Нет нет Ну-ка вот давай Тимур Повсказанное Ну-ка скажи-ка Вопросы Потом у нас уже Зося Задаст вопрос Вопросы к нашим слушателям Хорошо Какое основное приобретение Делают перед Новым Годом Японцы? Ого как Японцы Какое основное приобретение Делают перед Новым Годом В стране восходящего солнца Знаете такую? Да Вот легенду В Японии Что Зося Вот вы что Маячите вы Что Вы сегодня Всю дорогу маячите Куда смотрите Я хотела бы Просто еще рассказать О самой наверное Известной нашей традиции С Санта-Клаусом Об американской традиции Зосенька Если хотела Так рассказывай Милая Время бежит Бегом 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 Начинай Хорошо Я хотела бы сказать Что конечно Там есть свой Дед Мороз Это Санта-Клаус Да Он ездит на оленях С оленей упряжкой Как Злата уже нам рассказывала Да А подарки он берет В Лапландии На секундочку Да Спонсор Еще раз Также Там есть такая традиция Вешать над камином Или вообще Над кроватью Носочки Считается Что Если человек Себя хорошо вел То туда ему Сложат Может быть Монетки Какие-то Или конфеты А если человек Ну Даже если он Более-менее Себя хорошо вел То Не от души Это делал Или На самом деле Не очень хороший То туда складывается Уголь Очень много угля Вот Но конечно же Семейная традиция Это Собираться у стола И Передавать друг другу Подарки Музычка включилась Это мой телефон Извините Мне только что звонил Как раз Санта Клаус Вот Услышал видимо о нас Да И как раз Сейчас Привожу тему У нас звоночек Да Это был практически Этот звонок Мы его передаем Прямо нашу редакторскую группу Чтоб мне Напрямую не звонили Давайте Звонок уже есть Да Привет Здравствуйте Как тебя зовут Представься пожалуйста Сколько лет Мне 12 Хорошо Отвечай на вопрос Грабли Да Это правильно А с чем связаны Не знаешь На самом деле нет Но Они почему-то покупают Грабли Просто берут Покупают Грабли Может быть Чтобы потом Весь новый год Выгребать Все украшения Ну кстати Это тоже может Дополнительный Будь вопрос Если вдруг До конца программы Кто-то нам расскажет Почему с граблями Связан вот этот обычай Было бы замечательно Подарки в студию Как говорят у нас Да мы передаем тебе Нашему редактору В умелые руки С Новым годом Я считаю Что такая неловкая пауза Не должна висеть В такой прекрасной программе Итак у нас Немного времени Остается до конца Хотелось бы еще раз Сказать что сегодня В нашей программе Открывашка Это финальная программа Да В этом году В этом году В этом году Да Традиционно Она выходит в воскресенье И мне кажется Что у нас сегодня Зарождается прекрасная традиция Собираться Каждую Да Финальную открывашку В последнее воскресенье Уходящего года Встречаться с Дедушкой Морозом Ну не знаю Может святским Может не святским Не важно Подводить итоги Желать всем Всего самого доброго Дарить всем подарки Потому что до нового года Остались считанные Часы Часы Если секунды перевести Да То конечно их будет Несколько миллионов Да секунд Но тем не менее Это поверьте мне Очень быстротечно Все закончится Ну что ж Если у вас есть еще Какие-то вопросы Давайте будем задавать Детям вопрос У нас есть звонок Принимайте звонок И Подождите Сейчас Давайте кто-нибудь Привет Здравствуйте Сколько тебе лет? Мне 10 лет Так А зовут тебя как? Или ты Михаил Михаил Отлично У тебя есть ответ на вопрос? Да Давай Отвечай Каждый японец считает Непременно необходимо Приобрести их Чтобы им было легче Загребать свое счастье И удачу в новом году Вот видите Какая прелесть Давайте-ка мы Поаплодируем Браво Браво Мой мальчик Ты просто молодец Ты получишь приз Мы передаем тебе Редактор и фирменные Выбирай сегодня Что хочешь С Новым годом Дорогой Да С Новым годом Тебя Вот видите Какие ребята у нас Хорошие есть Ну что Еще вопросы Давайте 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 Я вам задам Вопрос Мне? Вам А что вы мне Подарите? Мандарин Мандарин То есть я сначала Вам один А вы мне обратно Мандарин Подарю я вам один А мне обратно Мандарин Видите Дедушка стихами говорит Прошу вас А как вы лично Относитесь к Новым году Может с кем-нибудь Будете встречать С кем соберетесь У дедушки дел Очень много Надеюсь Сегодня я посещу Главную площадь Нашего города Как она называется? Театральная А в каком нынче Стиле она оформлена Может кто-то знает? Золотой ключик Золотой ключик Кукольный театр Да Это все очень близко Дедушке Вадим Анатольевич Афанасьев Поэтому вот в моем чемодане Хочу вам сказать Много чего есть Сегодня вам конечно Не покажу Чтобы заинтриговать Но там у меня есть И фокусы И куклы И разные вкусняшки Поэтому дедушка Показывает прямо Чудеса и чемодана Кукольный театр Поэтому сегодня Я хочу появиться На театральной площади Если у меня получится Но сначала нужно Объехать Облететь Очень много домов Меня сегодня Везде пригласили Я думаю вам все Будут рады Да В сами 12 часов Когда это произойдет 12 раз Провьют наши куранты Выйдет наш президент России Как его зовут Владимир Владимирович Путин И всех поздравит Дедушка Мороз Будет на прямой связи Со всеми своими братьями Мы будем Ворожить Колдовать Делать волшебство Чтоб всему миру В наступающем 2018 году Было счастье Вот так я проведу Сегодняшнюю новогоднюю ночь Можно поаплодировать Такой речи Спасибо Я очень тронут Мои друзья Кто-нибудь еще Готов что-нибудь задать? Тимур Может быть вопрос Про иностранные Какие-нибудь обычаи У тебя есть? Да Есть небольшой вопросик Какой новогодний обычай Есть у испанцев? А именно В саму новогоднюю ночь Ого как О как хорошо Прям саму Прям саму новогоднюю ночь Я бы сказал Наверное Даже прям в 12 0-0 Да? В новогоднюю ночь Злата Не знаете? Честно нет А вы Зосенька Еще честнее Тоже нет Вот мне ваши имена Знаете что набивают? Дедушка-то пишет Стихи до песни Вот злата-злата Чтоб ты была богата Хорошо? Спасибо А имя-то твое Видишь какое золотое? Тимур 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 Не воруй из подворья кур Вот так вот у нас будет А Зося Ну у вас ведь Какое имя-то настоящее? Софья Софья Сонечка да? Соня 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 Звонок Да Нужно придумать будет потом рифму Давайте примем звонок А потом Хорошо Привет Здравствуйте Представься пожалуйста Ульяна Сколько летов? Лет Двенадцать Хорошо Давай отвечай на вопрос Выбрасывать мебель из окна Поэтому пешеходы ходили посередине улицы То есть очень опасная такая традиция, да? Избавляться от лишних вещей, чтобы купить новые, да? Ну на самом деле нет То есть яблоко не полетит, полетит телевизор Это все просто Не, на самом деле немножко не такой обычай Это мне называть его, да? Конечно Двенадцать виноградин называется По-испански это звучит как досы увос, между прочим Двенадцать виноградин Ну я считаю это правильно, потому что я сама слышала об этой традиции, что выкидывают вещи И поэтому все очень осторожно ходят Такая очень напряженная традиция, потому что может телевизор такой Идешь-идешь, и тут перед тобой телевизор Ну я тебя уверяю, двенадцать виноградин безобидная и очень интересная традиция Расскажи, Тимур, об этой традиции, чтобы понимала Зося, что это не телевизор Как мы знаем, например, у нас в новогоднюю ночь бьют двенадцать курантов Двенадцать раз часы бьют Потому что, как мы знаем все, в году двенадцать месяцев Да Так вот, и на каждый бой часов они едят по одной виноградине Получается двенадцать виноградин То есть за двенадцать ударов часов они должны успеть съесть двенадцать виноградин Слушайте, ну сегодня у нас программа была просто очень познавательная Подождите, мы еще не передали нашу дорогую гостю-редактору Так Пожалуйста, приходи, ты получишь фирменные призы от Дедушки Мороза И подарок, который сама выберешь Ну и с наступающим Новым годом! Ура! 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 Пришло время нам прощаться Время быстро бежит, ребята, нас ждут другие Это так печально, потому что такая волшебная программа С ней даже не хочется прощаться Давайте пожелаем всем нашим радиослушателям в Новом году Каждый от себя что-то вот такое, знаете, как Дедушка любит слово Такое эксклюзивненькое Я, я! Да, прошу вас Я желаю, чтобы в Новом году вы раскрыли в себе то, что, например, не видели в старом Какие-то новые таланты или что-то то, что можете поделиться с другими, например Какой-нибудь кусочек счастья Выйти на улицу или просто поздравить с Новым годом людей Злата! Ну, все банальное Счастье, здоровье, улыбок, любви и красоты Прекрасно! Все, что у тебя есть Как себе пожелала! Молодец! Спасибо! Желаю вам всего самого лучшего Чтобы вы замечательно отметили этот Новый год Чтобы ваш следующий Новый год проходил очень хорошо Получайте пятерки, четверки и слушайтесь родителей Ну, а я от своего имени От имени всех Дедов Морозов мира От имени нашего главного Деда Мороза, который живет в Великом Устюге Мороза Ивановича Хочу сказать Слушайте программу «Открывашка» Каждое воскресенье Это самая... Полезный совет Самая лучшая программа, которую я люблю Потому что в ней и дети, и взрослые на одной волне А на одной волне на какой? 101 101 и 0 FM В шутейном разговоре просто и по-человечески рассказывают о том, что нас окружает И все, что нас окружает в следующем году, дорогие мои радиослушатели, храните, берегите Отличное пожелание! С Новым годом! Давайте все вместе скажем «С Новым годом» 3-4 С Новым годом! До новых встреч! Пока! Детская познавательная программа «Открывашка»